Добрый вечер Сейчас мы запись вырубим Добрый вечер, дорогие радиослушатели Меня зовут Илья Хабров Я рад вас приветствовать на радио МЭД-ФМ Царю небесный Утешителю души истины И же везде сый И вся исполняя Сокровище владих И жизни подателю Приди сели севны И очистены от сяти скверны И спаси блаже души Я вынужден проинформировать Дорогих радиослушателей О том, что администратор република Дарья Штарошер Шизоидное подполье Является обосанными порашенными петухами Но эта информация не так важна Вот Просто нужно к сведению Как бы Принять Зрителям Да, вот Слушать всем Вот И дальше мы Движемся У нас тема нашего Стрима Тиреэфира Снятие парадокса лжеца Понимаете? Вот Понимаете, я Когда учился в институте Ну там Начал изучать логику Тоже Немножко Вот И Там впервые Вот этот парадокс Как бы И был озвучен Вот Впервые Да То есть Когда Вот Оп Сейчас Секундочку Вот Нужно Переродить Не звучит он так Этот парадокс Лгущий кретянин Ну допустим Лгущий кретянин Сокромар Например Там Да Сказал Что все кретяне Лжецы Понимаете? Не надо проанализировать Вот Чисто Глубину Вот этого Противоречия Которое Называется Словом Парадокс Еще давайте Вот Чисто Википедию Откроем Посмотрим Что же Такой Парадокс Парадокс Википедия Наш любимый Парадокс Неожиданный Странный Кажут Ситуация Сказан Я со сведения Вывод Считать Реальности Не имеют Логического Объяснения Допустим Допустим Показано Водичка Наливается Но Так Наливаться Не будет Чисто Чисто Наспространено Качество Парадокс Ужец Сал Возьмем Парадокс Ужец Лжеца Лжеца Да Вот как Воймем Википедия Таж Да Первое Я лгу Да Вот это Или будет Данное утверждение Ложное Это все понятно Что хренов Поймешь Кретьянин Можно Эпидемит Сказал Все кретьяне Лжецы А он Сам Кретьяне Так Передай привет 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 Ну это не важно Я вообще сейчас вырублю Чат пока Неадекваты Какие-то там Находятся То есть Эпидемит был кретянин А у всех кретянин Оказались Лжецами Понимаете Эпидемит Допустим Не цикромар Цикромар Надо спеть песни Для начала Потому что Давайте я песню спою Сейчас Что все было Что все было Четенько Еще и поехали Поехали Сигарет Сигаретами Ликает Во тьме Ветер Пепел Лицо Швырнул Мне И обугленный Фильтр На пальцах Мне оставил Ожог Скрипнув Сталью Открылась А дверь Ты идешь Ты моя Теперь Я приятную Дрожь Ощущаю С головы Да Но Ты со мною Забудь Обо всем Эта ночь Нам покажется Сном Я возьму Тебя И прижму Как родную Дом Ночь Закутые Ты сигарет Ты уйдешь Как поставит Рассвет И следы На постели Напомнят На счастливую Ночь Эротичный Лунный Свет Запретит Сказать Тебе Нет И опустится Плавно На пол Все Твое Белье Шум Дерев И ветер Ночной Стол Заглушат Твой Мой И Белье Есть Сердце Пылающего Слым Огнем Ты Со мною Забудь Обо Всем Эта ночь Нам покажется Сном Я Возьму Тебя И Прижму Как Родную Дочь Нас окутает Дым Сигарет Ты уйдешь Как настанет Рассвет И следы Постелена Помнит Про Счастливую Ночь Так Дальше А Твои Бедра А вот Все Вспомнил Твои Бедра В сиянии Луны Так Прекрасны И мне Так Нужны Кров Тяжелым Напором Прилает Тем Сердце Мне Груди Плавно Качнутся В ночи Слышишь Как Мое Сердце Стучит Два Пылающих Тела Сольются В ночной Тишине Ты Со Мною Забудь О Все Это Точно Покажется Сном Я Возьму Тебя И Выжму Как Родную Дочь Я Возьму Тебя Возьму Тебя Ты Уйдешь Как На Встреб Для От Свер И Сверхи На Пастере На Помни Прощуп Мою Ночь Ты Со Мною Забудь О Все Это Ночь Нам Покрови Детство Я возьму тебя и прижму, как на твою долгу А на закрепленных загорельях Ты видишь, как настанет рассвет Если ты на постели на поле просчастлив, Если ты на постели на поле просчастлив, Если ты на постели на поле просчастлив. Давайте сейчас шахматишки мочканем Парадокс, достойный пера романистов Поехали Парадокс, это важно Парадоксы нас окружают, парадоксы в целом По жизни это очень, это факт Подлагивают шахматишки, несмотря на то, что мы в городе Итак, защита каракана у меня чудовищный низкий рейтинг Это просто ужасно Это просто кошмар Парадокс Гений парадоксовый друг, как говорил Пушкин И случай изобретатель Ну просто у нас, конечно, позиция абсолютно непонятная Нужно как-то слоник это реабилитировать Вот Играем Играем Каждую позицию нужно понять, нужно осознать В чем ее суть, понимаете Это очень важно И вот здесь мы Конь будет значительно лучше, мне кажется, слона Значительно лучше слона Должен быть конник Ну конечно он стал красивым И вот здесь конечно конь будет просто доминировать Должен доминировать Но Должен доминировать Но Должен доминировать Должен доминировать Да не вы доминировать Открытые линии нам конечно пригодится Должен доминировать Но Должен доминировать Причем у него запотованы Запотованы Она Продолжение следует... 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 что все кретянины лжецы. Давайте просто просмотрим этот парадокс, почему он является таковым, почему он является парадоксом, что в нем сбивается толп. То есть, если кретянин сказал правду, то он не является лжецом. Правильно? Правильно. А соответственно, не все кретяне лжецы, так как один из них сказал правду. Правильно? Правильно. Опять правильно. Но если не все кретяне лжецы, то утверждение о том, что все кретяне лжецы являются ложью, потому что мы только что убедились, что не все кретяне лжецы, так как один из них сказал правду о том, что все кретяне лжецы. И зацикливается парадокс. Тючев сказал, что слово изреченное есть ложь. Апостол Павел говорит, что будущее и век будет волчанием. Слово изреченное истинно, понимаете? И вот здесь надо просто попытаться проанализировать. Арандит, приветствую. Как вот быть в этой ситуации парадоксом? И здесь поможет вот фотошоп и градиент. Понимаете? Здесь мы возьмем фотошоп, допустим, вот у меня фотошоп, да, вот мы возьмем, откроем новый слой, да, вот возьмем, вот возьмем, вот откроем, вот у меня пресетик, да, допустим, классический, да, вот, окей, нажмем, вот пожалуйста, и поместим, допустим, градиент какой-нибудь, вот возьмем, где-то градиент, вот например, да, бац, и градиент, да, красно-белый, то, что характерно, замечательно. И вот возьмем и возьмем, вот мы тупо, да, вот мы возьмем, и напишем, да, вот возьмем, все критяне, критяне-лжецы, правильно, вот, допустим, правильно, мы возьмем, да, вот так вот сделаем, возьмем, зайдем вот в этот слой в фотошопе, вот здесь, и кинем на это тоже градиент, да, вот возьмем градиент, кинем, и вот этот градиент мы кинем, допустим, да, вот, ну вот мы здесь вот, чтобы вот уважаемые зрители видели стрима, да, ну и на эфире тоже, вот мы как бы кидаем градиент, да, вот на эфир, да, заходим в сам этот градиент, чтобы он нашел, вот таким вот образом, и мы меняем цвета градиента, вот, допустим, окей, да, вот такой же, ну не важно, вот такого вот, например, да, чтобы он контрастировал, не, но только двухцветный нужен градиент, ну, допустим, окей, да, это, это способ не математический, брат, математический способ можно, конечно же, и математически выразить то, что я хочу сказать на основе модулей, вот, условно говоря, то есть, но я объясню как, сейчас вот одну секунду просто, как бы математические модули могут помочь понять то, как этот парадокс можно разрешить, вот мы представим, что, ну, допустим, основной смысл, как этот парадокс разрешается для меня, вот, как я пришел к этому выводу, в том, что в такой категории существует бытия, как время, то есть идет поток сознания, который постулирует, конституирует некое, некое тождество предмета и объекта, предмета и представления о предмете, да, что и есть истина по Аристотелю, то есть сознание конституирует в данном случае, что все множества, кроме этого сознания, хотя это сознание идентично каждому элементу этого множества, признака, допустим, один, признак А, и как только они имеют признак А, в том числе и постулирующий этот тезис, получается, что они, именно наличие этого признака входит в противоречие самим этим утверждением, утверждающим, и здесь просто вот я решил пойти вот таким путем. Нужен нормальный градиент, сейчас вот мы градиент сделаем вот это нормально, да вот. Сейчас продумаем вот, ингредиент, вот тут тупо удалим Ну в общем вот это вот сюда просто подведем, окей, да, вот, а в чем смысл? В том, что в начале, когда, хреновый какой-то градиент, давай этот что-ли повесим, а этот, то есть, вот такой интересный такая тема, Вот такая вот получилась картинка, кстати отличная. Вот он начинает это говорить, когда он это говорит, критянин. Он просто берет спокойно это говорит, он никого не трогает. И в этот момент, когда он это говорит, он говорит правду. То есть в этот момент он наоборот лжет. Вот берем его допустим, лжет, потому что он говорит о всех критянинах. А потом бац, он говорит критянин. И он тоже критянин. И вот здесь он берет. Когда он уже заканчивает произносить эту фразу и правду. Когда он уже заканчивает произносить. А вот в этот момент, когда он ее в середине где-то произносит, правду. Это и есть тот момент, который является таким, что есть правду, есть ложь, а есть истина. То есть в логике понятия истинная ложь это такие категории относительная. А в тот момент, когда он... вот этот квантор всеобщности все, да, вот допустим, все это квантор всеобщности. Говоря слово все, он лжет, потому что все кроме него. Критяне, да. И когда он говорит слово критяне, он уже одновременно лжет и одновременно говорит правду. А как говорит про то, что они все лжецы, он говорит правду про всех, кроме себя. Он говорит правду про всех, вот допустим про всех, кроме себя. И вот... А здесь он как бы лжет про всех, кроме себя, вот в начале, да. Вот так вот. Так. Бабки пришли. Азюмин. 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 Вот тут схватить сам этот момент градиентности во времени, нужно понимать, что в начале произнесения этой фразы кретянин говорит ложь про всех, кроме про себя, вот тут нужно просто схватить, чтобы это сработало. Я помню, что у меня это сработало тогда 8 лет назад. Вот я сейчас, подождите, надо сыграть шахматишкиных нахер, лжет про всех кроме себя. Тут другая схема, ложь. Про себя, правда про всех, а здесь правда про себя, и правда про всех нет. Ложь. Ложь про себя, о том, что он лжец. А здесь. Правда про всех, и ложь про себя. Все. А здесь. Так. 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 Да, вот здесь. Будет интересно, он лжет про себя, правда про всех. То есть, когда он начинает говорить эту фразу... Нет, вот болел, вот тут я что-то немножко устал от этого всего. Здесь было ясное представление о том, как это разрешено. Лжет про себя. Ясное представление о том, что это разрешено. То есть, идет просто в начале правда. В начале он говорит правду о том... Сначала он говорит правду обо всех, в том числе и о себе. А в конце, да, вот он уже берет и... Тоже градиентный. То есть, здесь, видите, он говорит, как бы он эту фразу говорит. Да, вот все крестьяне, да, вот он говорит обо всех и о себе тоже. Он говорит правду. Потому что он крестьянин. И все вокруг него тоже крестьяне. Это же правда. Правда. И вот он продолжает говорить. Вот он говорит теряда. И вот он говорит лжецы, да. И вот он говорит о всех вокруг себя правду. А о себе он говорит ложь в этот момент. Почему? Потому что, если он скажет о себе в этот момент правду, то тогда и о других он скажет ложь. И именно в этот момент он о себе говорит ложь только для того, чтобы о других сказать правду. И это происходит именно снятие самого парадокса. То есть, ему нужно солгать о себе для того, чтобы сказать о других правду. То есть, в начале вообще проблем нет никакой. Все крестьяне, да, вот. Проблемы нет. Он говорит о себе правду. И о крестьянах тоже правда. Что они все крестьяне. Правильно? Это же правда. То, что они лжецы. Да, это тоже правда. Может быть, да, вот. Ну, допустим, представить. Что они все лгут постоянно. Ну, а о себе он такого, если это правда, он сказать может, нет. Вполне. Потому что он, солгав о том, что они все лжецы, сам является жрецом. В этом ничего нет. Ну, это правильно. То есть, он в этой ситуации, в ситуации номер один, он тоже лжец. А если он в ситуации номер два, он не лжец в отношении себя, а в отношении других, тогда и все другие лжецы. И проблема разрешена в этой ситуации. То есть, мы видим как бы градиент, да, то есть, в начале эта фраза истина, а в конце произнесения этой фразы, она истина. Ну, мы представляем, что они действительно все лжецы, да, вот. То есть, нам не важно. Они действительно, вот, объективно, они все говорят ложь постоянно. Как бы, в нашей объективности, да. Мы ставили себе такую объективность. И в этой ситуации они, он о них сказал правду, истинно их характеризовал. А, ну вот я вспомнил, как бы, то есть, как я разрешал этот парадокс, все, вот у меня эта проблема-то. Можно этот парадокс разрешить простейшим образом. Вот смотрите, вот когда он это начал говорить, он был кретянином. Он был кретянином. То есть, допустим, в начале фразы, ну, сакрамар, кретянином. А когда он перестал эту фразу говорить, да, вот, допустим, вот он. в конце фразы. В конце фразы. В конце фразы. он перестал быть таковым, таковым, в связи со сменой гражданства. Например, да. Ну, вот он взял и перестал быть кретянином. Вот смотрите, вот он, представим себе, что вот он берет, сакрамар, например, берет, вот он стоит в консульстве, да, там где-то, в консульстве. И вот он подписывает, да, вот он подписывает бумагу о том, что он принимает турецкое подданство, как Остап Бент. В общем, вот все. Он подписывает, да, вот он начал подписывать, да, вот он начал подписывать, и вот он только подпишет, и он сразу перестанет быть кретянином. Понимаете? Вот. И бац, он подписывает такой вот, вот он подписывает и говорит, все кретянии как раз лже, и все и подписал, и лжецы, да, вот он начал, лжецы сказали, он уже подписал, и он перестал сам быть кретянином. Понимаете? Все, он перестал быть. Вот он, вот он сказал лжецы, и все, а он сам уже не крестьянин. Понимаете? Он сменил гражданство, вот, и все. Ну, а те лжецы, они остались лжецами, все нормально. А он уже все, он уже другой, он уже турок, понимаешь? Турок. Он уже не кретянин. Понимаете? Вот. И вот именно таким вот образом, то есть как бы он выходит из этого множества кретян. Да? Вот он сказал, да, именно на слой же лжецы, а потом раз подписался, и опять стал кретянином, да, вот. Все. То есть он как бы вышел вовне этого, этого кольца мебируса, логического, и парадокс разрешился. Вот на этом можно сказать все, да, споем песни дальше. Я объяснил парадокс, короче. Сейчас мы новую песню сыграем. Мэд ФМ там еще есть, еще есть. Один слушатель на Мэд ФМ вообще жесть. Вечер опустился на город небольшой. С девушкой любимой на танцы я пришел. Музыка играла, и кто-то танцевал. Да. А я, только лишь я один, у стены стоял. Стоп-стоп люди, остальные люди, это ты, Стоп-стоп люди, танцует девушка с другими. Это ритм! Но зачем же он звучит, если он меня с любимой разлучит? Зачем она танцует? Зачем он нас трудит? Зачем оркестр играет один и тот же ритм? Музыка играла, и кто-то танцевал Только лишь я один у стены стоял Стоп-стоп, люди, остановите этот ритм Стоп-стоп, люди, танцует девушка с другим Этот ритм, ну зачем же он звучит, если он меня с любимой разлучит? Нежно в ритме танца Раздавался смех И так, кого люблю я Смеялась больше всех И ушел один С болью и тоской А душа просила Погоди, постой Стоп-стоп, люди Остановите этот ритм Стоп-стоп, люди Остановите этот ритм Танцует девушка с другим Этот ритм Танцует девушка с другим Этот ритм Стоп-стоп, стоп-стоп, люди Танцует девушка с другим Этот ритм Ну зачем же он звучит, если он меня с любимой разлучит? Танцует девушка с другим Царство небесное Евгению Остину Прекрасный певец Очень будет его не хватать Упокой, Господи, душу усовшую Прорабатываю Старим вечную память Спасибо большое, дорогие братья и сестры За внимание Всего вам доброго До новых встреч